Потом они подослали к Нему фарисеев и сторонников Ирода, чтобы те поймали Его на слове. Подойдя к Иисусу, они сказали, «Учитель, мы знаем, что Ты человек честный и не стремишься никому угодить. Ты беспристрастен и истинно учишь пути Божьему. Следует ли платить налог кесарю или нет? Платить нам или не платить?» Иисус, зная их лицемерие, сказал, «Что вы меня испытываете? Принесите мне посмотреть динарий». Ему принесли монету, и он спросил, «Кто на ней изображен? И чье на ней имя?» «Кесаря», — ответили они. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье — Богу», — сказал Иисус. Иисус. Они были поражены Его ответом. К Иисусу подошли саддукеи, которые утверждают, что нет воскресения. Они спросили Его, «Учитель, Моисей написал, что если у кого-либо умрет брат, оставив жену, но не оставив детей, то он должен жениться на вдове и восстановить род своему брату. Было семь братьев. Первый женился и умер, не оставив потомства. На вдове женился его брат и тоже умер, не оставив потомства. То же самое произошло и с третьим. Никто из семерых не оставил после себя сына. После всех умерла и женщина. Чьей женой будет эта женщина после воскресения? Ведь все семеро были женаты на ней. Иисус ответил им, «Не потому ли вы заблуждаетесь, что не знаете ни Писаний, ни силы Божьей? Воскресшие из мертвых не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах». А о том, что мертвые воскресают, разве вы не читали в книге Моисея, в том месте, где говорится о кусте, как Бог сказал Моисею, «Я – Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Он – Бог не мертвых, а живых. Вы глубоко заблуждаетесь. Один из учителей закона, слушая этот спор, заметил, как хорошо ответил Иисус и спросил у него, «Какая из заповедей самая важная?» Иисус ответил, «Самая важная заповедь – это «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, единый Господь». «Люби Господа, Бога Твоего, всем сердцем Твоим и всей душой Твоей, всем разумом Твоим и всеми силами Твоими». Вторая заповедь – «Люби ближнего Твоего, как самого себя». Нет заповедей важнее этих двух. Учитель закона сказал, «Хорошо сказано, учитель, ты прав, говоря, что Бог один и нет другого Бога, кроме Него. Любить Его всем сердцем, всем разумом, всеми силами и любить ближнего, как самого себя – это важнее, чем все всесожжения и жертвы». Иисус, видя, как разумно ответил учитель закона, сказал ему, «Недалеко ты от Божьего Царства». С тех пор никто больше не решался задавать ему вопросы. «Воих лицахouth dunи» «Недалеко ячика неожиданным». «Да нет, как разумною, тяга ячика неожиданным». «Недалеко ячика неожиданным». «Фуды мне играет,